Всем привет! С вами новостная Вариска. Александр Незлобин рассказал о своей эмиграции в США, отмечая, что его дочь выразила недовольство текущим положением дел и устала от жизни в нищете. В прошлом году Незлобин переехал в Соединенные Штаты, забрав с собой свою дочку. Спустя несколько месяцев его супруга Алина также присоединилась к ним. Однако, несмотря на этот переезд, семья не испытывает полного восторга от нового места жительства. Александр Незлобин делился тем, что решение об эмиграции было принято им внезапно, и он собирал чемоданы в спешке, а артист осознанно отказался от перспективных предложений, которые получил на родине, и теперь выживает, устраивая небольшие концерты в американских барах. Ты не зарабатываешь на открытом микрофоне, ты платишь 5 долларов, чтобы выступить 5 минут. Если сольник на 200 мест, 35 долларов билет, то в районе 2,5-3 тысяч. Комик может заработать при полной посадке, потому что клуб берет 30%, и менеджмент тоже. В России 3 тысячи долларов зарабатывает начинающий комик. В России, чтобы комику выйти в разряд, 1000 долларов за концерт достаточно полтора-два года. Здесь на то, чтобы столько зарабатывать, может уйти 10 лет. Сокрушается шоумен. Артист старается относиться к ситуации с юмором, говорит о финансовых трудностях в рамках стендапа. Дочь прошла по нашей квартире, села на тахту, посмотрела на меня и говорит, мне надоело жить в этой нищете. А я отвечаю, чёрт мне тоже. Я в ней живу 40 лет, а ты всего 10. А она, зачем мы приехали в эту страну? В Москве у меня было всё, говорил комик со сцены. Супружеская жизнь и злобина находятся в непростой ситуации в настоящее время. Перед отъездом его жена Алина собиралась подать на развод. Ей было интересно расторгнуть брак, так как это было связано с желанием избежать эмиграции. Резко просыпаюсь в 4 утра с мыслью, надо уехать, вспоминал звезда. Жена сказала, это импульсивное решение. Как в ковид, все будут паниковать. Сейчас всё разрулится, езжай один. А мы ещё думали, надо разводиться и разъезжаться. Алена, будучи преподавателем английского языка, не испытывает языковых трудностей, находясь за границей. Тем не менее, для неё сложно приспосабливаться к новым условиям и среде. Она хотела остаться жить в Москве, откровенничал комик. После того, как границы закрывались, а дочь уже здесь была. Когда жена приехала, я её обманул, сказав, чуть-чуть поживи, потом вернёшься. Правда ли, что я здесь сейчас некомфортно, она хочет вернуться? Да, там всё равно её дом. Она действительно не выбирала переезд сюда. Ей никогда не нравилась Америка. Не знаю, мало ли, что я сейчас что-то наговорю. Она разведётся и уедет. Ей нужно простое человеческое счастье, которое я не могу дать ни в одной стране мира. Здесь многим некомфортно. Хуже сервис, чем в Москве. Дороже такси, нет большой сферы услуг. Здесь разрешены пистолеты и частично наркотики. Здесь куча минусов, но есть и куча плюсов, рассказал Александр. Ну а что об этом думаете вы, дорогие друзья? Пишите своё мнение в комментариях, а также не забывайте поставить свой лайк.